Поставляется данный прибор вот в таком вот кисике. Иногда он бывает черного цвета, иногда красненького, даже бордового, можно сказать. Что в этом кисике находится? Значит, по документации. Руководство по эксплуатации. Очень толстая, объемная, хорошая полиграфия. Свидетельство о проверке. Поверитель, подпись, печать и так далее. Все легально, все красиво. Также с приборчиком приходят сертификаты. Сертификат, соответственно. Что поставляется? Сама тушка прибора, к ней вернемся чуть позднее. Смесь поверочная. Еще одна поверочная смесь. Блок питания. Это фильтр нулевого сопротивления. И мешок. Для удобства использовать щуп. Примерно полметра длиной, если его, конечно же, сам прибор. Выглядит он таким образом. Надпись блока не рассоединяется во взрывоопасной зоне, потому что прибор взрывозащищенный. Сертификат взрывозащиты. АНТ-3М. Выбит номер прибора и год изготовления. Сверху, что мы видим. Да, ну, такая трубочка. Некий щуп. Опять же, сверху выбит номер уже датчика. Номер датчика FIT. Фотоинвестиционного датчика. И год производства. Можно сверить его. 950. 950. Все вышли вместе. Вместе с конфигурированным, отработанным. Вот этот вот блочок откручивается. Вот этими вот пимпочками. Они откручиваются. Я не буду сейчас это делать. Блочок снимается. И ставится точно такой же, но уже инфракрасный, либо электрохимический. Далее. Сейчас мы его включим. Всего четыре кнопки. Кнопка вкл. Кнопочка подсветки. И функциональные кнопки выбора и ввода нужного вещества. Включаем. Включаем. Вот он пишет название. Госнинхимонолит. Название производителя. Санкт-Петербург. Телефон непосредственно человека, отвечающего за производство. Пишет, что присоединен фотоизоляционный датчик. Мы это и сами знали. Дальше. Пишет режим работы. Выберите. Либо режим... Либо вот результата. Коррекция времени можно ограничивать. На ноль вывести. Откалибровать прибор. Давайте попробуем измерение. Самое. То, что нам нужно. Выбираем. И дальше идет список веществ. Процессор данного прибора позволяет в него записать не более 24 компонентов. Соответственно, вот этих веществ, которые я сейчас клипаю, и они меняются, их будет не более 24. Многие, наверное, скажут, что значит не более. Равно кто будет покупать прибор, который полностью недооснащен какими-то веществами. Тем более, что разницы в стоимости абсолютно никакой нет. На одно вещество его оснащать, калибровать. Либо на 24. Я вам скажу, в условиях реального производства, когда нужно очень быстро это все мерить, прибор должен отрабатывать свою главную функцию. А, например, нужно мерить, скажем, углеводорода. Будет очень неудобно каждый раз, чтобы добраться до этих углеводородов, сколько раз нужно кликнуть на эту кнопочку, чтобы до него добраться. Гораздо более удобно было бы включить и сразу мерить углеводорода. К примеру, бывают случаи, в условиях, например, лабораторий, когда нужно именно количество, большое количество веществ, которые может мерить один прибор. Тогда вопросов нет. Вот выбрали мы, например, углеводорода. Нажали пуск. Он еще раз переспросил, точно пуск? Мы говорим, точно пуск. Вот, и пошел отсчет 25-секундный. 25-секунд он сейчас будет готовиться к измерению углеводородов. Сейчас мы дождемся. Один. Вот, он стартовал. Очень плохо, наверное, слышно, но все-таки мне слышно, что работает встроенный микрокомпрессор. Сразу он здесь есть. Не беспокойтесь, что так его плохо слышно. Шумоизоляция, видимо, очень хорошая. Если вы помните, ФП-11-2К, например, шумит-то, конечно, посильнее. И колеон шумит сильнее, но сразу слышно, что там есть микронасос. Здесь его не особо слышно, но он здесь есть. Если прислушаться, его можно услышать. Собственно, вот он нам показывает концентрацию углеводородов. Но у нас здесь нет, слава Богу, никакого серьезного производства. Ничего. Поэтому он показывает 0 мг на метр в кубе. И температуру показывает 23 градуса. Подсельсия. Собственно, чтобы заставить его перестать работать, опять нажимаем на красную кнопку, которая является и вкл, и выкл.